МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала СВОЁТВ продолжает программа ОКО Государева, правовой проект региона. О том, как защитить свои права, не как бороться с нарушителями, рассказываем все, как есть на самом деле. Меня зовут Герман Кудеяров. Здравствуйте. За последние 10 лет криминал активно проник в виртуальный мир. И злоумышленники охотно пользуются этим, придумывая изощренные способы обмана. Как борются с киберпреступлениями в нашем регионе? Об этом поговорим сегодня в программе. Но сперва о последних новостях прокуратуры края. В Ставропольском крае направлено в суд уголовное дело о мошенничестве и растрате на сумму более миллиарда рублей. В период сентября 2015 года по апрель 2018 злоумышленники заключили ряд договоров с юридическими лицами на хранение сельскохозяйственной продукции. Однако взятые на себя обязательства не исполнили. Полученную на хранение продукцию они переоформили на подконтрольные им фирмы и реализовали третьим лицам. Также установлено, что мошенники заключали договоры на приобретение и продажу сельхозпродукции, после чего не производили оплату поставщикам, либо не поставляли продукцию покупателям. Кроме того, один из участников преступной группы обратился в банк за получением кредита и предоставил ложные сведения о наличии у него залогового имущества. Не намереваясь возвращать заемные деньги, злоумышленник распорядился ими по своему усмотрению. Доказана причастность членов организованной группы к совершению 27 эпизодов преступной деятельности. Сумма ущерба – более миллиарда рублей. На имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 500 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в Петровский район и суд Ставропольского края для рассмотрения по существу. Обмануть не удалось. Прокурор направил в суд другое уголовное дело о хищении бюджетных денежных средств в крупном размере. Обвиняемый, являясь главой крестьянско-фермерского хозяйства, обратился в Минсельхоз Ставропольского края за получением субсидии на проведение агротехнических работ. Получив больше 300 тысяч государственных рублей, злоумышленник заявленные работы не выполнил. При этом предоставил ведомство заведомо ложные сведения об использовании финансов по целевому назначению. Деньгами мужчина распорядился по-своему. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Напоминаю, что вы можете задать свой вопрос сотрудникам прокуратуры Ставропольского края. Вы спрашиваете, а мы отвечаем в нашей рубрике. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, меня зовут Нина Маркиниди, и мы продолжаем отвечать на вопросы наших телезрителей. Какие требования предъявляются к выгулу домашних животных? Выгул домашних животных должен осуществляться при условии обязательного обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических и юридических лиц. При выгуле домашнего животного, за исключением собаки-проводника, сопровождающей инвалида по зрению, необходимо соблюдать следующие требования. Исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при пересечении проезжей части автомобильной дороги, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных площадках. Обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и территориях общего пользования. Не допускать выгул животного вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления для выгула животных, и соблюдать иные требования к его выгулу, которые могут быть установлены законодательством субъектов Российской Федерации. Выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка, независимо от места выгула, запрещается, за исключением случаев, если потенциально опасная собака находится на огороженной территории, принадлежащей владельцу потенциально опасной собаки, на праве собственности или ином законном основании. О наличии этой собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на данную территорию. Вред, причиненный животным, здоровью или имуществу других лиц, должен быть возмещен владельцем животного. Кроме того, с владельца в пользу пострадавшего может быть взыскана компенсация морального вреда. Оставляйте свои вопросы на электронную почту, которую вы видите на своем экране. До скорого! Если у вас есть проблема, жалуйтесь. До результата всего два шага. Напишите нам в редакцию о том, что вас волнует. Ваши заявки принимаем в любой мессенджер по номеру телефона 8 928 350 80 70. И не забывайте оставить пометку ОКО Государева. Также обращайтесь в прокуратуру по месту жительства. Это обязательно, чтобы ваше обращение было зарегистрировано. Ну а мы отследим его путь и поможем решить вашу проблему. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы возвращаемся в студию. Сегодня в программе ОКО Государева говорим о преступлениях в интернете. И у нас в гостях прокурор Шпаковского района Сергей Степанов. Сергей Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Сергей Степанов. Прокурор Шпаковского района. Окончил Московскую государственную юридическую академию. Работает в органах прокуратуры с 1995 года. Занимал должности следователя. Следователя по особо важным делам. Заместителя прокурора Шпаковского района. Старшего прокурора управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Южном федеральном округе. А также Ставропольского транспортного прокурора, прокурора города Ставрополя и прокурора города Кисловодска. Сергей Николаевич, давайте сразу объясним телезрителям, расскажем, что такое киберпреступление. В общем, я думаю, в целом понятно, это преступление в интернете. Но все-таки есть какие-то конкретные преступления, которые к ним относят? Да, Герман, спасибо. Я хотел бы уточнить, что с учетом того, как у нас сегодня развиваются инновации, преступный мир также не стоит на месте и развивается. И рост киберпреступлений сегодня занимает, наверное, лидирующее положение в сфере преступности. Если мы берем статистику, то в 2012 году, если на киберпреступления приходилось каждое четвертое преступление, в настоящее время, в 2023 году, на каждое киберпреступление приходится каждое 11 преступление. Ввиду этого все преступления совершаются в сфере интернет. Но малограмотность нашего населения, отсутствие компьютерной грамотности, отсутствие систем, позволяющих обезопасить наши персональные данные, влияет на рост данных преступлений. Данные преступления можно отнести к категории, в уголовном кодексе прописаны специально введены статьи. Это мошенничество. Мошенничество несколько имеет видов. Это мошенничество с использованием электронных средств платежа. Это мошенничество в сфере компьютерной технологии, информации. Это хищение с банковских счетов, когда похищаются персональные данные и денежные средства похищаются с наших карт. Также имеются преступления, которые уже связаны с использованием и подделкой распространения вредоносных компьютерных программ. Это статья 273 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Она тоже сегодня имеет тенденцию к росту. Ежегодно, использующие различные вредоносные программы, проводятся тысячи кибератак на наши персональные данные, на предприятиях, в учреждениях, во всех сферах нашей деятельности. И эта проблема сегодня очень глобальна. А если происходит какое-либо правонарушение в каком-либо мессенджере, то есть переписка двух людей, и один человек побуждает второго на что-либо, считается ли это киберпреступлением или все-таки это уже другое? Это немного другое. Здесь какие человек высказывает свои условия на путстве. Здесь может быть мошенничество. Тут элементарно может быть именно вымогательство денежных средств. Вот как раз таки, что касается вымогательства или же мошенничества, то есть это телефонные звонки и так далее. В основном страдают пожилые люди и переводят действительно крупные суммы. Ну, банальный, наверное, вопрос, как обезопасить себя от этого, как не попасться на уловку? Вы знаете, действительно, вы правильно говорите, что попадаются на уловку пожилые люди. И общаясь с данными людьми в ежедневном режиме, все-таки сделаем вывод, что данные люди попадают даже под какие-то элементы гипноза. Когда им звонят кибермошенники и уговаривают их пойти в банк, снять денежные средства или получить кредит и перевезти на другие счета. Здесь, конечно, в первую очередь разъяснительная работа. Молодежь, которые, это родители, это бабушки, дедушки, молодежь должна разъяснять им, что ни в коем случае не делать резких движений. Надо позвонить, узнать, действительно ли там родственник попал в аварию, что-то с ним случилось. Но не бежать по первому требованию в банк. И даже когда люди пожилые приходят в банк, в Сбербанки, операторы им говорят, что не делайте это, вы, возможно, подтвергаетесь атаке мошенников. Но люди настолько зомбированы, что все равно берут кредит и переводят потом на другие счета. И деньги эти уходят в неизвестном направлении. Поэтому здесь первая задача – это разъяснительная работа. При этом мы тоже делаем цветные буклеты, мы распространяем эту информацию по телевидению, по радио. В печатных изданиях, чтобы люди были информированы. И эта работа ведется ежедневно. Есть такой слух, вот до сих пор люди спорят, правда или неправда, когда звонят мошенники и представляются сотрудниками банка, либо роботы звонят. Для совершения мошенничества им хватает, чтобы человек ответил «да». Работает это так, действительно? Работает. Работает. И тоже вот с вашей помощью, Герман, это слово ключевое. Оно включает программу вредоносную и деньги со счета могут быть списаны. А другие какие-то слова есть? Может быть как-то установленные на той стороне, со стороны мошенника? Или вот исключительно слово «да»? Может быть «ага» подойдет? Может быть так можно будет ответить? Герман, я вас понял, ни в коем случае, только слово «да». Это ключевое слово, где мы в банке говорим слово «да». Это их точка отталкивания. Сергей Николаевич, ну и разумный, логичный вопрос именно вам. Насколько сложная обстановка в этой сфере именно в Шпаковском округе? Я хотел бы ответить, что об этом говорят цифры. Если мы берем показатели в 2018 году, каждое 11 преступление совершалось в данной сфере, то в 2023 году каждое 4 преступление сегодня совершается в этой сфере. В чем сложность раскрытия таких преступлений? Вы сказали, что количество увеличилось, но наверняка увеличилось и раскрытие преступлений, но тем не менее определенные сложности это вызывает. И тем более мы общались с другими прокурорами ранее на эту тему, и многие говорили, что действительно, скажем так, эта сфера преступления одна из самых сложных для раскрываемости. А потому здесь причина одна. Мошенники используют современные программные обеспечения, которые позволяют избежать или существенно затруднить их идентификацию. Они используют подмены IP-адреса, применяют технологию, которая сегодня настолько современная, что мы не можем определить, с какого номера это произошел, звонок, или где находится IP-телефония, где этот адрес IP-телефония. Решение данной проблемы видится в комплексе законодательных, наверное, технических, организационных и научных мер. По-другому мы эту проблему решить не сможем. Сергей Николаевич, ну и подводя итоги, можно сказать, что если звонят мошенники, нужно быть внимательным, максимально внимательным, ни в коем случае не произносить слово «да», оно ключевое, и еще, может быть, пару советов от вас, нашим телезрителям, как обезопасить себя. Не делать поспешных выводов, остановиться, подумать, не попасть под зомбирование, под гипноз, в первую очередь. Посоветоваться с кем-либо из родственников. Сергей Николаевич, спасибо вам большое за беседу, на этом у меня все. Спасибо большое. На этом наш эфир подходит к концу. Еще раз вам напоминаю, что вы можете написать нам о своей проблеме с пометкой ОКО Государева. Пишите нам в мессенджере редакции, номер вы видите на экране, и мы обязательно отреагируем на вашу проблему. Также обращайтесь в прокуратуру по месту жительства, чтобы ваше обращение зарегистрировали. А на этом я с вами прощаюсь. Вы смотрели программу ОКО Государева, совместный проект телеканала «Свое ТВ» и прокуратуры Ставропольского края. Меня зовут Герман Кудьяров. Смотрите нас каждый четверг в 10.15. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»